Так, приветствую, дорогие друзья, с вами Изидыч, и это очередной выпуск кустарных новостей от меня. И черпаю я свои новости с сайта War Thunder, на котором буквально час назад появился Leopard 2K, машина будущего патча 1.77. И как вы думаете, что же это означает? А означает очень многое. Фактически, Гайзины первым анонсом машины будущего патча пошли с козырей, потому что именно по ней можно сделать очень четкие прогнозы. Какие противники, какие танки вообще будут у некоторых других наций? Например, у Советов. Так вот, что я вам хочу сказать. Ну, ни для кого не секрет, что сейчас в рандоме многие играют процентов, наверное, 70 именно на шестом ранге за Советов, потому что именно 64-ка нагибает. Чтобы там кто не говорил, не хаял, не писал, Советы сейчас доминируют на шестом ранге. Но такое было не всегда. Когда только появилась как раз серия танков шестого ранга, доминировал МБТ КПЗ-70. Но не так, что прям значительно по сравнению с 64-кой, но был лучше. И самая главная фишка была в том, что он перезаряжался за 6 секунд. Но спустя два месяца разработчики неожиданно нашли, наверное, новую экипу документов, которые почему-то решили, что правильнее сделать перезарядку 10 секунд. Непонятно, почему сразу не поставили правильные цифры, но не суть. Это не самое главное. Сделали и сделали. И 64-ка стала доминировать. Так вот, Леопард 2-й снова может перевернуть все с ног на голову. Потому что эта машина ломает практически любой геймплей. Сейчас я буду пояснять, в чем дело. На самом деле адекватными противниками этой машины будут какие-нибудь 72-ки или же Т-80. Потому что, ну, попросту нечем больше отвечать Леопарду 2-к. Я напомню, что Леопард 2-к имеет 120-мм пушку, не 105, вот, РХ, то есть РХ-120. И сносно защищены вот для этого танка, ну, точнее, от этого танка более-менее только Т-80У и Т-72Б. Но единственное, что хочу добавить, друзья, сносно это не значит, что они смогут там 50 на 50 танковать снаряды этой машины. Фишка этой машины в том, что она крайне опасна на дистанции. Это лучший, наверное, будет снайперский танк в игре. Потому что, только вдумайтесь, бронепробитие машины с 200 мм, с 2 км при наклоне брони противника 60 градусов. Ну, предположим, что наклон брони 68 градусов, там будет бронепробитие 150 мм. А какие-нибудь машины типа Т-64, там, 72, 80, у них, кстати, примерно эквивалентная защита ВЛД, если говорить о ВЛД, то там будет, ну, где-то 130-140 мм брони. То есть это говорит о том, что с 2 км машины, скорее всего, будут поражаться. Это печальные новости для советских танков. И, соответственно, это, кстати, еще не самое последнее и не самое худшее для советов. Дело в том, что здесь уже хоть и используется снаряд ДМ-13. Сейчас, кстати, покажу вам, наверное, вот схему. Сейчас вот так вот. Опа! Вот так вот. Сложно как бы показывать. Видите, вот это вот ДМ-13, но он не такой. То есть это не такой ДМ-13, как, например, у предшественника. Здесь уже именно подкалибер оперенный. У него выйдет потрясающая баллистика, помимо очень хорошего бронепробития. То есть бронепробитие на дистанции, ну, опять же, с тех же 2 км будет, например, в чистом виде 400 мм. Но сейчас вот как бы не смысла так считать, потому что учесть, что у всех есть наклон, то обычно сейчас вот считают по наклонам. Есть, кстати, очень забавная ситуация, что в карточке в самой игре почему-то указан наклон. Ну, например, держи советских танков считается по нашей системе. То есть там 30 градусов указан, а вот, например, когда включаешь графику, начинаешь расчеты смотреть вот этой всей брони, там уже натовская система. То есть более понятная, учитывая, что вот все эти вот углы, ну, в принципе, по ней проще считаются. Бронепробитие. Очень странная ситуация. Надеюсь, газина это поправит, потому что, ну, как-то вводит в заблуждение. Не я это, кстати, заметил. Спасибо Максу Вдовину. Ну, и, соответственно, следующее, что хочу сказать, друзья мои, по поводу этой машины. Ну, блин, этой практически мба, потому что то, что у нее там нет практически защиты какой-то... Сейчас я вам включу эту защиту. Вот так вот. Ну, да, защиты там особо нет. Но, тем не менее, машине этого и не нужно, потому что ее главная задача будет такая же, как у предчастников Леопардов. То есть занимать какую-то позицию на дистанции и использовать свой 120-мм дрын, чтобы наваливать с очень невероятной точностью. То есть мы выяснили. Брони нет. Очень хорошая подвижность. 1500 лошадиных сил двигатель. При весе в 50 тонн. Очень хорошие снаряды в плане... Кстати, а, ДМ-13 120-мм орудия пушки РХ практически на 1 килограмм тяжелее, чем у 64-ки. Вот так вот. То есть это будет сказываться на бронепробитии, на заброневом воздействии. Это тоже важно. При этом баллистика примерно такая же. Обалдеть. Вот. Ну и, кстати, не стоит забывать еще один момент. Друзья, вот я сам чуть не забыл. Вот вам нужно, наверное, рассказать. Сейчас многие подчеркнут, типа, наверное, уже и у этого гладкоствольного орудия будет и перезарядка. Похуже. Нет ничего подобного. Ребята, готовьтесь. 8 выстрелов в минуту. То есть 7 или 7 с половиной секунд перезарядка будет у этой пушки. То есть это даже, возможно, ну, примерно как 64-ка. Это лучше, чем МБТ-70. И последний вопрос, который остается. А какой БР дадут этому чудовище, который будет фактически лучшим танком на дистанционных перестрелках? Блин, ребят, я даже не знаю. Если на 9-0 у нас уже есть машины, возможно, газины пойдут еще выше. Возможно, это и есть те самые машины, которые продолжат, скажем так, потолок всех этих БРов. Появятся новые показатели боевых рейтингов. Будем ждать новых новостей. И я вам еще раз говорю. Скорее всего, Т-80У и Т-72Б появятся у нас в игре. Может быть, я, конечно, немножко ошибаюсь. Время покажет. Буквально неделька-две, я думаю, газины заанонсируют следующие машины. Мне больше всего интересно именно, какие советские машины и все-таки какие модификации этих танков они покажут. На этом все, друзья. Надеюсь, вам было интересно. Я не слишком как бы старался вас грузить левой информацией. Просто сразу по фактам прошелся. Вот, такие дела. Поддерживаем пальцы вверх. Подписочка на канал. Всего хорошего. Кустарные новости от Изидыча, друзья. Если нравится формат, поддерживайте лайком. Буду постоянно сидеть вот так вот и бубнить вам в микрофон прямо с ноутбука. Всего хорошего. Все. Удачи. Те-те-ре-те-те.